Переносный зенитный ракетный комплекс «Игла» обеспечивает эффективную борьбу с современными воздушными целями на встречных и догонных курсах в условиях применения ими тепловых помех с мощностью излучения, превышающей мощность излучения целя. Комплекс «Игла» состоит из боевых средств, учебно-тренировочных средств, и средств технического обслуживания. Боевые средства комплекса состоят из самонаводящейся ракеты, уложенной в пусковую трубу-контейнер, пускового механизма, источника питания. К боевым средствам дополнительно могут придаваться наземный радиолокационный запросчик, прибор ночного видения, электронный планшет отображения воздушной обстановки. Ракета состоит из двухканальной помехозащищенной головки самонаведения, рулевого отсека, боевой части, двигательной установки, и выбрасывающего двигателя, который улавливается в пусковой трубе. Комплекс игла просто в обращении. Позволяет вести стрельбу с подготовленных и неподготовленных огневых позиций, а также с различных объектов. Основной вид применения – стрельба с ключами. Кроме этого, боевые средства комплекса могут размещаться на опорно-пусковой установке, которая обеспечивает пуск ракет как одиночно, так и залпом. Для размещения комплекса игла на самоходных установках и вертолетах создан автоматизированный пусковой модуль. Стрельба по РУМНИК-17 на встречном курсе. Помехи по две штуки в залпе. Темп сброса – две секунды. Комплекс игла обеспечивает эффективную борьбу с современными воздушными целями при применении ими тепловых помех с темпом сброса до 0,3 секунды. В комплексе игла не требуется введение углов возвышения и упреждения. На начальном участке полета ракета автоматически разворачивается в упрежденную точку. Смещение центра группирования точек попадания ракет обеспечивает поражение наиболее уязвимых агрегатов цели. Таким образом, высокая эффективность комплекса игла обеспечивается за счет селекции целей в условиях тепловых помех, высокой точности наведения, смещения центра попадания ракет в наиболее уязвимые агрегаты цели, заглубленного подрыва боевой части совместно с остатками детонирующего топлива.